Всем привет! Сегодня мы будем учиться распознавать контакты, то есть определять с разных расстояний тип самолета. Данная процедура определения зависит от многих факторов, таких как настройка графики в игре, монитора, времени суток, расстояние до противника и ракурс цели. Как же определять обнаруженный контакт? Свой это или противник? Я думаю, если вы обнаружили контакт, то это уже хорошо. И на мой взгляд, обнаружить контакт сложнее, чем идентифицировать его. Для начала лучше научиться определять не конкретный тип самолета, который вы обнаружили, а к какой стороне он относится, к синей или красной. У синей стороны истребителей не так много. Давайте посмотрим, как они выглядят с разных ракурсов и сравним их с самолетами красной стороны. Вот три основных истребителя синей стороны. Мессершмитт, МС-202 и Фоке-Улт-190. Мессершмитт имеет несколько модификаций, и все они похожи. Хоть и Эмиль имеет более пухлый вид и крылья не закругленные, как на Фридрихе из Густава, распознать Мессершмитт не так уж сложно. Его крылья, удлиненные фюзеляж и хвостовое оперение сразу выдают его создавая чертания худого. Именно так он смотрится на дальних расстояниях. Давайте посмотрим скрешоты, где Фридрих находится рядом с самолетами красной стороны. Если сравнивать Фридриха и Як-1 на дальних расстояниях, то сразу видны отличия в очертаниях плоскостей крыльев. У Як-1 они более заостренные, а у Мессершмитта плоскость длинная и по ширине имеет почти одинаковые размеры от фюзеляжа до законцового крылья. Фюзеляж у Як-1 смотрится коротким и более широким, а если посмотреть на Мессера, то от крыльев до хвоста фюзеляж и хвостовая часть очень тонкая и длинная. Хвостовое оперение рулей высоты и стабилизатор также имеет отличия. На Як-1 горизонтальное оперение, так же как и крылья, имеет заостренный вид, а у Мессершмитта выглядит как прямоугольник с закругленными углами. Посмотрите на хвостовое оперение синих и красных самолетов. У всех красных самолетов горизонтальное оперение практически одинаковое формы и имеет широкую форму от основания и дальше идет сужение рулей высоты, похожее на лепесток. А у синей стороны лишь МС-202 имеет широкое оперение, но этот самолет конечно же не похож на Мессершмитта и Фокевульф. Как вы видите, у Мессершмитта и Фокевульфа горизонтальное оперение вытянутой прямоугольной формы с закругленными углами. Именно по этой особенности их можно различать на дальней дистанции. Вот посмотрите, как выглядят такие длинные прямоугольные рули высоты на дальней дистанции в сочетании с тонким длинным фюзеляжем и хвостовой частью Мессершмитта. Здесь я специально собрал скриншоты с разными ракурсами и расстояниями. Сверху Мессершмитт, по центру Як-1Б и снизу я специально взял для сравнения самый похожий на Мессера из всех красных самолетов самолет П-40. Давайте посмотрим на Мессершмитт. Как вы видите, его хвостовое оперение с длинным худым фюзеляжем, а также прямые длинные крылья, сразу его выдают. Чем дальше будет расстояние, тем меньше видна его хвостовая часть, что и отличает его от других самолетов. Если мы посмотрим на Як-1Б, то различия сразу заметны. Крыло Як-1Б совершенно другой формы, как и на всех советских самолетах, и это отчетливо видно. Фюзеляж намного короче, а хвостовое оперение смотрится крупнее. Если взять П-40, то он издалека похож на Мессершмитт. Схожесть от размерового крыла, которое длиннее почти на полтора метра и с определенных ракурсов очень похож на него. Но все равно сильное уширение крыльев к фюзеляжу сразу выдает П-40. Если пробежаться и посмотреть разные ракурсы и расстояния для сравнения с Мессершмиттом, то особых проблем в определении свой-чужой дистанции 1 км нет. Все можно без проблем увидеть. Конечно, определять нужно на полном приближении, чтобы максимально близко видеть самолеты и его очертания. Ла-5 и Лак-3 имеют широкое крыло с сильным закруглением из-за концового крыла и толстым фюзеляжем. Очень часто Ла-5 путают с Фокки-Вульфом, особенно сзади. Оба самолета имеют воздушное охлаждение, моторный отсек и капот имеют уширение, а широкие крылья Ла-5 издалека очень похожи на крылья Фокки-Вульфа. Но все равно при более близком контакте самолеты распознаются хорошо. Можно сравнить их вот на этой картинке. Если взять вид сбоку, то спутать Фокки-Вульф и Ла-5 довольно-таки сложно. Если посмотреть спереди и сзади, то самолеты довольно-таки похожи. Также, если взять, например, вот такой ракурс, то тут непонятно, что за самолет. Но если знать все отличия, особенности этих самолетов, то можно без проблем определять их. Давайте посмотрим. Значит, смотрите, на Фокки-Вульфе у нас крыло более прямое, чем на Ла-5. То есть идет уширение от законцовок крыла, идет небольшое уширение к фюзеляжу. И само закругление очень даже, ну, очень маленькое. Оно более квадратное смотрится. Смотрим на Ла-5. У Ла-5 крыло, средняя часть крыла довольно-таки прямого угла, прямое. Законцовки очень сильно закруглены. И идет задняя часть крыла уширение к фюзеляжу. То есть очень сильное уширение. Дальше смотрим. Начало крыла до винта у Фокки-Вульфа. Моторная часть мотора очень маленькое расстояние. У Ла-5 довольно-таки значительно больше. Дальше, если посмотрим на хвост, хвостовую часть, то у Фокки-Вульфа она намного длиннее, чем у Ла-5. А хвостовое оперение довольно-таки тонкое, узкое, чем у Ла-5. У Ла-5 оно широкое и более лепестком сделано. То есть очень серьезные отличия. Если смотреть на скриншоты, то сразу видно, например, вот этот скриншот. Посмотрите, какое крыло. Сразу видно, что это Ла-5. Мы видим удлиненный моторный отсек, закругленные крылья и задняя часть крыла полукругом смотрится. А если мы посмотрим на Фокки-Вульфы, на все скриншоты, то крыло более прямое. Моторный отсек очень маленького размера. Посмотрите, более прямые крылья. Все крылья прямые. Сразу заметно это. У Ла-5 получается, вот видите, как бы полукругом задняя часть крыла. И из-за концовки, конечно же, очень округлой формы. Хвостовая часть намного меньше. Если посмотреть на этот скриншот, то посмотрите, какая длинная хвостовая часть. Задняя часть, она намного длиннее, чем у Ла-5. Вот таким вот различием вы легко будете определять самолеты Фокки-Вульф и Ла-5. Еще одна пара самолетов, которые также похожи, их частенько путают, как синие, так и красные пилоты. Это МС-202 и МИГ-3. Самолеты очень похожи из расположения кабины, что создает видимость удлиненной носовой части. Но все равно самолеты разные и у них много отличий. Давайте посмотрим их. Больше всего самолеты похожи друг на друга, когда они летят сбоку или, например, в таком вот ракурсе. Очень сложно их определить, что это самолет. Также мы видим, что на дальнем расстоянии, например, вот этот скриншот и вот этот скриншот. Здесь не очень понятно, что за самолеты летят. То есть они довольно-таки похожи с такого ракурса. Если, конечно, больше показаны плоскости, например, вот в таком варианте, то здесь уже сразу понятно, что здесь МИГ-3, а здесь уже Макака МС-202. Также давайте посмотрим тонкие отличия. Значит, на МИГе что мы видим? Значит, на МИГе мы видим кабину, которая остеклена больше, чем на Макаке. То есть остекление больше. Антенна стоит впереди, у Макаки за кабиной. Дальше мы видим, что есть хвостовое колесо. У МИГ-3 оно убирается. Также мы видим у МС-202 масло-радиатор сильно выделяется, а у МИГа не выделяется. Радиаторы практически смотрятся одинаково. Но самое сильное отличие, конечно, это вот кабина. То есть остекление совсем другое. Дальше мы видим вид сзади. Довольно-таки совсем разные самолеты. У МИГ-3 крыло как бы имеет угол, а у МС-202 оно более прямое. А снизу самолеты совсем разные. То есть крыло совсем, плоскость крыла совсем разная. Также у МС-202 хвостовая часть, фюзеляж, она более удлиненная, как и на всех немецких самолетах. То есть это очень сильное отличие. Хвостовое оперение издалека, в принципе, не так сильно отличается. Но у МИГа тоже, видите, более острое, а здесь более округленное. Также хочу заметить, что МС-202 очень похожи спереди и сзади на такие самолеты, как Як-1 и П-40. Если мы возьмем Як-1 сзади, подставляем, то практически очень сложно определить, когда заходите на 6. И многие очень долго определяют, что за самолет. Если мы посмотрим спереди, то также, если у вас будет противник лететь на 6, вот вы, хоть красный, хоть синий пилот, вы поначалу не поймете, кто из них кто. То есть Макака это или Як-1. Пока вы будете определять, вам уже может прилететь. Также, если взять П-40, то, в принципе, если не вот эти вот, да, то тоже как бы не очень хорошо сразу видно. То есть пока вы будете определять, что за самолет, если у вас он на 6, то вы можете уже получить. Начинаете немного наклоняться, высматривать его, а он уже по вам метится и стреляет. Ну, под скриншотом тут я сразу, вы видите, да, то, что когда боком плоскость показана, у МиГ-3, конечно же, она более такая широкая, то есть более имеет заостренный вид, уширение идет к фюзеляжу, а у МС, конечно же, более прямое крыло, и отличия очень сильные. Также хвостовая часть более длинная. Это главное отличие, когда вы смотрите на самолеты издалека. Ну и, на мой взгляд, есть еще одна пара самолетов, которые, похоже, вызывают трудности с идентификацией у пилотов красной и синей стороны. Это самолет P-2 и Мессершмитт-110. Сходство, конечно, есть, с многих ракурсов они похожи, но, как и любые предыдущие самолеты, которые мы рассмотрели, они имеют множество различий. Давайте посмотрим их. Итак, мы имеем два довольно-таки больших самолета, которые имеют по два двигателя и практически одинаковое хвостовое оперение, что и делает их похожими друг на друга. Ну, конечно же, есть различия. Давайте посмотрим их. Значит, на P-2 у нас кабина меньше, чем на 110. На 110 она более длинная. Если мы посмотрим на хвостовую часть и на фюзеляж, то 110 она довольно-таки длиннее, чем на P-2. Длиннее и довольно-таки уже, то есть более худой вид. Также имеем хвостовое колесо на 110, на P-2 его нет. То есть оно убирается. Если мы возьмем двигатели, то на P-2 у нас двигатели находятся ниже крыла, а на 110 над крылом, смотрите. То есть очень сильно выходит над крылом. А на P-2 нет. Практически вровень с крылом идет. Дальше, если мы посмотрим на сам фюзеляж с передней части, то он более круглый. 110 имеет более квадратный прямоугольный вид. Так же, как и хвостовое оперение. Хвостовое оперение довольно-таки такое длинное, как обычно это на немецких самолетах, и смотрится более таким прямоугольным. На P-2 оно более массивное, широкое и смотрится совсем по-другому. То есть перепутать никак. Конечно же, снизу видно, что худой. Здесь на P-2 мы видим совсем другой фюзеляж, более широкий. Поэтому 110, например, в таком ракурсе видно, что хвостовая часть, сами рули высоты и стабилизатор, оно имеет вот такой прямоугольный вид. А P-2, как вы видите, очень маленький фюзеляж. И такие вот массивные хвостовые оперения. То есть везде, так видите. То есть небольшая длина фюзеляжа, довольно-таки широкая. Если взять крыло, то мы видим, что крыло на 110 квадратное, а на P-2 у нас закругленное, что и хорошо очень видно на скриншотах. Ну вот это вот все отличия. Идем дальше. Идентифицировать обнаруженный контакт вы научитесь со временем. Если вы неправильно идентифицировали контакт и после вашей атаки в чате игры выскочило сообщение об атаке своего, обязательно извинитесь в чате. Это нужно делать всегда. Никто не застрахован от ошибок. Даже у меня бывают такие ошибки. Когда вы видите бой, вы также можете определять контакты по маневрам самолетов. Тактика красных и синих самолетов сильно различается. Красные самолеты более маневренны и находятся пониже. А синие ходят на скорости, стараются бить на проходах, после чего рвут дистанцию и идут наверх. Также вы можете определить, к какой стороне относится контакт по стрельбе, а точнее по трассам. Давайте сравним цвет трасс синий и красной стороны. У красной стороны цвет трасс красный. Соответственно, у синей стороны цвет будет... Нет, не синий. Конечно же не синий. У синей стороны трассы желтого цвета, более яркие и светлые. Это вы должны знать. Вот стрельба с Мессершмитта. Трассы желтые. Стрельба с Фукивульфа, также желтые, более яркие такие. И с Макаки у нас получаются такие же трассы. Это вы должны четко видеть и понимать. К какой стороне относится контакт, можно также определять по раскраске нижней части самолета. Если посмотреть на эти картинки, то видно, что советские самолеты красной стороны, они раскрашены более такой голубоватый, более яркий цвет. А немецкие самолеты более серый, более темный цвет. Лишь только вот у красной стороны П-40 имеет очень темную раскраску нижней части. А у немецкой стороны МС-202 имеет более яркий серый цвет. Но все равно он отличается от раскраски советских самолетов. Если посмотреть на скриншоты, то раскраска будет выглядеть вот так. То есть красный самолет более яркий, более выделенный, ярким. А немецкий самолет имеет более темный вид. И когда мы летим под самолетом, мы видим его нижнюю часть. И вот красные самолеты очень сильно отличаются в этом плане. Их очень хорошо видно на небе. Многих интересует, как влияют настройки графики на обнаружение контактов. Или влияют ли настройки графики на расстояние обнаружения. То есть дальше видно контакт или ближе видно контакт. Я сделал вам скриншоты, чтобы вам показать, как это работает. То есть вот этот скриншот, он на максимальной графике сделан контакт. Видно на самом удаленном расстоянии. Видно очень хорошо, без каких-либо проблем. Обнаружение очень хорошее. Дальше детализация отрисовки обычная. То есть очень также хорошо видно контакт. В принципе определяется довольно-таки легко и просто. Очень хорошо видно контакт. Дальше я сделал графику низкую. То есть это была детализация отрисовки. То есть цифра 4 есть максимальная, а есть 0. То есть если здесь сделано на максимальном, на четверочке, то здесь я убавил вообще на самую низкую. Вот такое вот получилось у нас. А здесь я сделал графику вообще низкую. То есть не ультра, а самую низкую. И как мы видим, у нас тоже самое получается. Контакт виден на далеком расстоянии и довольно-таки также неплохо он виден. То есть низ у нас, земля вся размыта, получим плохое качество картинки, а контакт все равно хорошего качества и довольно-таки хорошо виден, наблюдается очень хорошо. Поэтому никакого различия в принципе я не увидел, что на ультра, на максимальной отрисовки, что на низкой. В заключении хочу сказать влияние размеров монитора на обнаружение контактов. Размер монитора не всегда улучшает обнаружение. Если взять мониторы с разрешением экрана выше 1920х1080, то на них уже хуже виден контакт, так как пиксель более мелкий и многие мои знакомые жалуются именно на этот факт. Поэтому если вы вдруг захотите купить новый монитор, то размер 27 дюймов с 1980х1080 это самый оптимальный вариант на мой взгляд. Хотя я не стал лучше видеть перейдя с монитора, у которого была диагональ 24 дюйма на монитор с 27 дюймами. Так что если выбираете монитор, то все сначала узнайте о нем, почитайте форум, поспрашивайте у других мнения об интересующих вас моментах и уже после принимайте решение. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Берегите свое зрение. Увидимся в следующем уроке. Пока.